С начала действия программы по государственной поддержке семей, имеющих двух и более детей, в Тамбовской области выдано порядка 37 тысяч сертификатов на материнский капитал. Получить единовременную выплату могут все владельцы сертификата, которые получили или получат право на него по состоянию на 31 декабря 2015 года и не использовали всю сумму на основные направления расходования капитала. При решении получить выплату заявление в пенсионный фонд необходимо подать не позднее, 31 марта 2016 года. Подать заявление могут все проживающие на территории Российской Федерации владельцы сертификата на материнский капитал, вне зависимости от того, сколько времени прошло со дня рождения ребенка, давшего право на получение сертификата. В заявлении необходимо указать номер СНИЛС, а также серию и номер сертификата на материнский капитал. При себе необходимо иметь паспорт и банковскую справку с реквизитами счета, на которые будут в течение двух месяцев перечислены деньги. Единым платежом будет перечислено 20 тысяч рублей или сумма остатка на счете владельца сертификата, если она составляет менее 20 тысяч рублей. Эти деньги семьи смогут использовать на повседневные нужды. Кроме того, специалисты пенсионного фонда напоминают о том, что продолжается отчетная кампания для плательщиков страховых взносов, как для работодателей, так и для самозанятого населения. Единую отчетность необходимо предоставлять в территориальные органы ежеквартально, не позднее 15 числа второго календарного месяца на бумажном носителе, а в форме электронного документа не позднее 20 числа. Для самозанятого населения, уплачивающего страховые взносы сами за себя, напоминаем, что до конца текущего года необходимо проверить перечисление платежей за 2015 год и произвести уплату не позднее 25 декабря 2015 года. В отношении плательщиков, нарушивших сроки предоставления отчетности, предусмотрены штрафные санкции. Подготовить и проверить отчетность можно с помощью программ, размещенных в свободном доступе на сайте Пенсионного фонда в разделе «Электронные сервисы». Кроме того, можно воспользоваться кабинетом плательщика страховых взносов. Здесь можно посмотреть реестр платежей, рассчитать страховые взносы, проверить отчетность и многое другое в режиме реального времени. Ирина Пивоварова, Варвара Павлова. Наш город.